МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого вторника узнаете далее в подробностях. Я Алексей Литвен. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николаевский нарыв. По городу снова расползается душок сепаратизма. Дело Кернеса. Как в Харькове, мэра судили. Кто сдал Авдеевку? Почему город с украинским флагом оказался вне Украины? Вспомнили об оборотнях в погонах. ГПУ наконец объявило в розыск бывшее руководство киевской милиции. Той милиции, что больше года назад разгоняла Майдан. В ночь на 19 февраля погибли 13 активистов, а еще 130 получили ранения. Тогда обязанности начальника столичной милиции исполнял Валерий Мазан. А замом его был Петр Фитчук. Оба они сейчас, по данным той же ГПУ, находятся на территории Российской Федерации. И шансы на их экстрадицию, как вы сами понимаете, ничтожно малы. Неэффективность подобная украинских правоохранителей, мягко говоря, удивляет западных коллег. Совет Европы сегодня вообще жестко раскритиковал Киев за расследование событий на Майдане. Что именно возмущает Европу и почему в МВД не слышат критику? Подробности в нашем материале. Усилия силовиков найти и наказать виновных за разгон Майдана Совет Европы не оценил. Почти год международная совещательная группа следила за резонансными делами и обнародовала свой отчет. Не по-дипломатически жесткий. Отсутствие сотрудничества между Генпрокуратурой и двумя другими ведомствами МВД и СБУ крайне негативно повлияло на эффективность расследования. Есть серьезные причины считать, что Министерство внутренних дел создавало определенные препятствия. Больше всего Совет Европы возмутило. Как могли упустить главного подозреваемого, командира Беркута Дмитрия Садовника, который причастен к убийству 39 человек? Почему не расследуют сотрудничество тетушек с МВД? И почему до сих пор нет информации, откуда стреляли? Нет доказательств участия в расстрелах третьей силы. Вопросов больше, чем ответов. Еще на комитете по противоборству с коррупцией, когда мы заслужили представителей МВД, ГПУ и СБУ, мы четко поняли, что ответы от этих органов мы не услышим. Здесь много вопросов есть, в том числе и саботаж. И этот саботаж – это финал заинтересованных структур и персоналей. О саботаже говорит и Константин Гаджи. Его отец погиб от ожогов, полученных после применения газа. Дело до сих пор не передали в суд. Он уверен, расследования преднамеренно затягивают. Когда мы, соответственно, обратимся к Арсену Авакова и к заступникам министра внутренних справ, то сразу после этого мы можем наблюдать такую короткотерминовую активность. Но как только проходит некоторый час, снова продолжается саботаж. Не дают материалы справ адвокатам. Не собирают показания свидетельств. Проводят какие-то неведомые медэкспертизы. Это дело не исключение, рассказывает адвокат родственников убитых активистов «Небесной сотни». Сотрудники правоохранительных органов заняли отдельную позицию, я бы сказал, от всей страны, от большинства в стране. Они не дают показания. Они не говорят о том, что происходило. Они не говорят, что рядом со мной стоял человек, который стрелял, и я его знаю. Но в МВД отчет международной группы удивил. Выводы называют безосновательными и устаревшими. А информацию о якобы недостаточном сотрудничестве с Генпрокуратурой недостоверны. Однако в ГПУ ошибки признают. На початковом этапе действительно у нас были певные недопрацювания у взаимодействия как следователей, так и оперативных подразделений, в частности СБУ и МВС. Однако надалее этот процесс удосконалился. За год, который минув, никакая резонансная ситуация, никакая абсолютно. Начиная от «Небесной сотни», заканчивая коррупционными действиями, не расследована и не доведена до конца. Это демонстрирует нам не только незлагодненность, это демонстрирует, что система правоохоронная, судовая, которая должна защищать интересы общества, она не функционирует. Международной совещательной группе заявляют, их отчет по Майдану окончательный. Теперь начинают анализировать расследование трагических событий в Одессе в мае прошлого года. И сегодня же за расследование событий на Майдане генпрокурор раскритиковал Олега Махницкого. Он сразу после революции достоинства исполнял обязанности главы ГПУ. А вот Виталий Ярема, считает шокен, на посту генпрокурора сделал достаточно много, просто не успел довести дела до конца. И за Евромайдан, но уже Харьковский, сегодня спрашивали с Кернеса. В суде, правда, длилось заседание недолго. Почему, знает Лидия Калинина. Двор Дзержинского райсуда с утра забит милицией. Ждут мэра. Он игнорирует центральное крыльцо с пандусом для коляски и в сопровождении адвокатов и многочисленной охраны заезжает в суд с черного хода. Спешит, мол, надо еще успеть на личный прием граждан. Бодрится. Как у журналистов настроение? Да возьмите боевую. Как у вас настроение? У меня он хорошее. Утро хорошее, вы видите? Следствие продолжалось больше года. Прошлой весной двое участников Евромайдана подали в суд на Кернеса и его охранников. Мол, те их похитили, били и насильно удерживали в гостинице «Националь», где живет мэр. Схватили за то, что активисты пытались снять на видео машины с российскими номерами, припаркованные возле отеля. Где-то около часа меня допрашивали, били, угрожали оружием. В процессе допроса Кернес как-то заподозрил Сергея, может быть, в какой-то неискренности. Он ударил его в нос, у него пошла кровь. Нам угрожали убийством. Геннадий Адольфович сказал, что если капнет хоть одна капля крови на пол, он меня вынесет вперед ногами. Его дословное выражение. На сегодняшнем заседании все обвиняемые в сборе. Кроме мэра на скамье подсудимых и два его охранника. А вот пострадавших и их адвокатов нет. Защитники Кернеса считают, неспроста. Буквально за пару недель до суда оба парня одновременно сменили прописку. Благодаря этим манипуляциям потерпели не отримали, как мы понимаем, або делают вид, что не отримали, выгляд, что не отримали, судовый выклик. Само тому происходит то, что происходит сегодня. Потерпелых нет в судовом заседании. Потерпевшие должны были явиться на другое заседание в высшем специализированном суде в Киеве. Здесь сегодня рассматривают ходатайство обвинения о переносе дела Кернеса в столицу, чтобы не было давления на суд. Вместо Ряполова и Кутятина только их адвокат. Подтверждает, его подопечные действительно переехали в Киев всего месяц назад. И на сегодняшний момент, понимая, что приближается судебное заседание, соответственно, на них могут оказываться давления со стороны Кернеса. Это наше предположение, у нас нет оснований исключать это. Адвокаты Кернеса, в свою очередь, доказывают и по прописке, и по выпискам из военкоматов потерпевшие по-прежнему харьковчане. В итоге суд в Киеве принимает решение перенести заседание, чтобы обвинение могло предоставить доказательства о новом месте жительства парней. Сам Кернес против переноса дела в столицу. Мол, ездить туда неудобно. Я прикован к инвалидной коляске. И поэтому я считаю, что по закону суд должен проходить там, где было совершено место так называемого преступления. По материалам дела, место преступления – это проспект Ленина, 21, Дзержинский район. Харьковский мэр рассчитывает, дело останется в том же Дзержинском суде. Следующее заседание уже назначено. Судья решил не дожидаться заседания высшего специализированного суда по изменению подсудностей и перенес слушание дела на 7 апреля. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. На Донецком направлении по-прежнему неспокойно. Обстрелы со стороны террористов не прекращаются. Все, что происходит на Востоке, узнаем от моих коллег, которые работают там, на передовой. И вот первым с нами на связи Станислав Кухарчук. Стас, здравствуй. Что ты можешь рассказать о ситуации? Где ты сегодня побывал? Что увидел? Да, здравствуй, Леша. Сегодня мы побывали на Дебальцевском направлении. Проезжали той самой Дебальцевской трассы, которые еще два месяца назад выходили из, до недавно проукраинского города, наши военные. Честно говоря, впечатления глянущие. Впрочем, и сам Донбасс сейчас напоминает эдакую сжатую пружину. Наши военные ожидают возможного наступления боевиков уже к апрелю месяцу. И эти опасения, увы, не беспочвены. Наша разведка фиксирует на всей линии соприкосновения, стягивания живой силы и техники противника. Наиболее опасными направлениями по-прежнему остаются Авдеевка, Пески и Горловка. Вот сегодня в Луганской области террористы из минометов обстреляли населенный пункт Трехизбинка. Также активно применяется и стрелковое оружие. За последние сутки в зоне АТО был ранен один украинский военнослужащий. И вот как в таких условиях живут украинские солдаты, смотрите, пожалуйста, в нашем сюжете. Десантник с позывным сапер осторожно пробирается к железнодорожному полотну. По сути, это уже передний край нашей обороны перед Дебальцевым. За железкой посадка, по которой очень часто к позициям подбираются разведгруппы боевиков. Это блокпост 80-й аэромобильной бригады. Журналисты у десантников нечастые гости, поэтому встречают радушно. Но позиции не показывают. Снимать здесь нельзя, передний край. Сразу ведут на полевую кухню. Сегодня в меню волонтерский бульон. Люди нам подвезли курицу, курицу, решили заварить бульон. Ну, что там? Цебулька, морковка, специи. Бойцам волонтеры приехали не только с продуктами. Сегодня в расположении выездной концерт. Все как в мирное время, костер и песни под гитару. Правда, тематика исключительно военная. Путин! Знаете, вот как солдатам прикольно, как они любят, когда дети рисунки рисуют, когда просто чужие люди письма пишут. Просто вот скупая мужская слеза, они стараются этого не показывать. Ну, это как бы своего рода психологическая реабилитация, что ли. А еще здесь, на передовой, они стали суеверными. Почти у каждого бойца свой оберег. Такие куклы-мотанки ценятся больше всего. Их сделала харьковская детвора. Десантники говорят, от пуль защищают и о доме напоминают. Хотел бы передать привет додому родным, близким, сказать, что я всех вас люблю и скоро вернусь домой. Ждите, ждите. Все будет хорошо. Вернусь домой. Визит наш быстро прерывается. На подконтрольной боевикам территории разведка обнаружила какое-то движение. Волонтеров и журналистов просят быстрее покинуть позиции. Это уже не примета, а реальный факт. Гражданские во время боя только мешают. Станислав Кухарчук, Сергей Ковалин, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Российский генерал против контролера ОБСЕ. Перед камерой журналиста Би-Би-Си. Европейский наблюдатель Александр Хук заявляет, огромный участок украинско-российской границы, почти 400 километров, для миссии по-прежнему недоступен. Но заместитель командующего сухопутными войсками России Александр Ленцов уверяет, что впервые слышит об этом. Если вы в отчетах публичных найдете ответ, куда не допустили миссию на границу, после этого мне можете позвонить, и я с этим вопросом разберусь. Я здесь нахожусь для того, чтобы работать, а не спорить с российским генералом. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что ОБСЕ неоднократно сообщало о том, что ее представители не допускали на склады ЛНР. И все эти ограничения, в том числе и ограничения на наше передвижение, ежедневно публикуются на нашем сайте. Сам генерал Ленцов был замечен среди главарей боевиков в районе Дебальцево еще в феврале. Тогда он засветился как командир подразделения народной милиции ЛНР. На форме Ленцова никаких шевронов российской армии, обычные камуфляжи, шапка-ушанка, как и у других боевиков. Как прошел день сегодня в оккупированных Донецке и Луганске? Мы ежедневно созваниваемся с жителями этих городов, и вот что узнали от них сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зарплаты у нас толком нет, цены очень большие. Как выживать старикам в этот период, это очень тяжело. Старики считают каждую копеечку, покупают только хлеб. На рынке берут самые необходимые овощи. Капуста, буряк, морковка, пару луковиц, видела, могут взять. Все, бабушка стояла, считала копейки, которые ей не хватало буряка купить. При мне рассчитывалась мелочью. Люди очень-очень волнуются по поводу электронных пропусков тоже, потому что здесь неожиданно дошло то, что очень часто зависают компьютеры в нашем регионе. А это значит, что даже при наличии электронного пропуска люди не смогут проехать и просто будут или высаживать, или очень долго, бесконечно долго ждать на блокпостах. Захожу в магазин, смотрю ценник русский и украинский в руле и гривны. Гривна, допустим, там обувь стоит 300 гривен, в рублях это 600 гривен. Это на одном ценнике. То есть обещанную пенсию за 1000 рублей в переводе на гривну это будет уже 1000 гривен. На 1000 гривен жить в Донецке в принципе нереально. Цены выше процентов на 30, чем на неоккупированные части. Вернемся на линию фронта. Мариуполь. Еще одно стратегическое направление для Украины. Там по-прежнему жарко. Боевики не прекращают артобстрелы позиций наших военных. Работает на месте мой коллега Александр Пантелеймонов. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Пожалуйста, расскажи о ситуации подробнее. Далее, действительно, ситуация вокруг Мариуполя. В районе Мариуполя становится все более напряженной. Боевики по-прежнему обстреливают поселок Широкино. Обстреливают снова из минометов. И вот по информации бойцов нацгвардии продолжают они обстреливать из минометов. И также сегодня начали стрелять из самоходных артиллерийских орудий. Снаряды попадали даже по окрестным поселкам. И вот звуки взрывов вновь отчетливо доносятся до жителей восточной окраины Мариуполя. Также хочу сказать, что сегодня с линии соприкосновения в Широкино сняли также бойцов нацгвардии. Отправили их якобы на переподготовку. Вот военные опасаются, что это может негативно повлиять на нашу оборону на этом участке. Также под обстрелами постоянный поселок Гранитное. Это в 50 километрах от Мариуполя. Взрывы там были слышны и сегодня. А жители окрестных сел, которые слышат эти взрывы, при этом еще едва сводят концы с концами. Поскольку уже полгода они не получают ни пенсии, ни каких соцвыплат. И вот подробнее об этой без преувеличения гуманитарной катастрофе предлагаю посмотреть в сюжете. Поселок Андреевка находится недалеко от передовой. Иногда здесь слышно, как стреляют в Гранитном. Местные дороги, как после бомбежки, по лужам и ямам выбираемся в сам поселок. Жители подавлены, привыкли выживать без денег и практически без еды. Пенсии, зарплаты и соцвыплаты тут не получают месяцами. 9 апреля. Будет 3 месяца, мы не получаем уже пенсии. У нас еще есть старая моя бабушка, у которой еще запасы есть. Она такая экономная. Вот это мы ходим к ней, берем. Ну обидно, в общем, что там говорить. Хлеб покупаем, больше ничего. Жизнь здесь будто замерла. Работают только школа и больницы. Но люди не видели там зарплат почти полгода. Работают кто на чистом энтузиазме, кто просто по инерции. Говорят, уже потерялись во времени и пространстве. С нового года по март месяц в школе они платят зарплату. Работаем, как обычно работаем, потому что детей учить нужно. Так получается, что наш район, он висит в воздухе. Вроде бы как наши поселки, вот эти, которые прилежащие к Андреевке, перевели в Волновахский район. Но официально бумаги нет, подтверждения нет. Глава сельского совета приезжает на стареньких жигулях. В Киеве до сих пор уверены в том, что Андреевский сельсовет не подконтролен Украине. Поэтому и проблемы с выплатами. Кто-то или, ну не сказать, что врагит, или не знает, что говорить. Ну, мы вообще, как считаемся, не подконтролен Украине. Хотя, хотя мы всегда были подконтролен Украине, знамя у нас висит все время. И ни разу мы не были под ДНР. Выезжая из поселка, встречаем старенькую бабушку. Она еле идет. Говорит, что ей просто нечего есть. Там пару картошек сваришь, какой суп. Капельку капнул туда, и вот и живи. Никому ему не надо абсолютно. Цены бешеные, бешеные. А крупы какие, видели, не? Вот какие крупы. Суп сварили, кашу такая. Не можно взять, чтобы что-то купить. Вот так вот свем. Да. Господи, никому бы не надо. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. Россия продлила скидку на газ для Украины на три месяца. Она будет действовать до первого июля. Об этом заявил Путин после обсуждения вопроса с Медведевым. Ранее Газпром просил у правительства продлить льготные поставки Украине. Киев заявлял, что может прекратить закупку. Скидка будет действовать при условии соблюдения всех положений контракта. Где Лазорко? Со скандалом смещенной с должности две недели назад глава правления Укртранснафты сегодня вроде бы отозвал свое заявление на отпуск. Копия документа на экране. Александр Лазорко мотивирует этот шаг тем, что не видел документов о своем отстранении. Дозвониться ему мы не смогли. Ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев подписал Лазорко заявление о двухнедельном отпуске завтрашнего дня. Напомню, 19 марта наблюдательный совет Укртранснафты отстранил главу правления от должности до конца августа, пока у него не закончится контракт с компанией. Решение совета его председатель Александр Савченко в тот же день лично передал Лазорко и заверил, что весь отпуск до конца действия контракта ему будет оплачен. Дороги, как в Европе, будут в Украине. По крайней мере, так обещают в правительстве. В этом году на текущий ремонт планируют потратить миллиард гривен. Министр инфраструктуры говорит, искоренит коррупцию в Украфтодоре. Ведомство останется только заказчиком. Ну а строить дороги будут частные инвесторы. Появятся и платные трассы. Первый участок проляжет к польской границе. Отрезок Львов-Краковец. Я спілкувался с иноземными компаниями. Они готовы строить в Украине дороги европейского уровня, даже сегодня. Конечно, этот процесс продолжится на месяц и даже на год. Наши дороги уничтожились десятилетиями. Альтернатива действующему Кабмину. Оппозиционный блок сегодня представил теневое правительство. Кого в какие кресла посадили, чем будут заниматься оппозиционные министры, узнавала Екатерина Лысенко. Своё первое заседание оппозиционное правительство проводит в НСК Олимпийский. Здесь одновременно и министров представляют, и о первых шагах говорят. За круглым столом представители и нардепы от оппозиционного блока. Некоторые депутаты теперь будут совмещать работу в парламенте и теневом Кабмине. Обравши премьер-министра Бориса Колесникова, обравши членов оппозиционного уряда, наша фракция, вся оппозиция сделала очень важный крок по сместению руху опору сегодняшней власти. Теневой Кабмин. Альтернатива действующему. Во главе с Колесниковым здесь называют имена еще 16 министров. Из них 4 вице-премьера. Вадим Рабинович будет контролировать правоохранительные органы, Наталья Королевская – социальную политику, Александр Вилкул – восстановление Донбасса, Михаил Добкин – реформировать местное самоуправление. За медицину станет отвечать Игорь Шурма, за сельское хозяйство – Николай Шишман, за инфраструктуру – Владимир Шамаев, за милицию – Константин Стогней. Соцобеспечением займется Михаил Попиев, экономикой – Евгений Мураев, энергетикой – Владимир Макуха, юстицией – Юрий Котляров. За науку и образование будет отвечать Елена Колесникова, за экологию – Павел Жила. Министром иностранных дел будет Константин Грищенко, министром финансов – Виктор Скоршевский. Задача оппозиционного правительства – не только и не столько критиковать власть, а давать абсолютно грамотные предложения, решения, рецепты. Через два месяца оппозиционный Кабмин обещает презентовать проект новой конституции с децентрализацией. А пока теневые министры коротко рассказывают о том, кто чем будет заниматься. Долги по заработной плате выросли в 3,2 раза. Что мы считаем нужным для того, чтобы исправить ситуацию? Первое – это надежная и справедливая пенсионная система. Второе – это детенизация заработных плат. Безусловным приоритетом для нас является развитие рынка внутреннего потребления. Мы находимся в финальной стадии подготовки пакета законопроектов, которые выведут нашу страну из кризиса. Мы предлагаем сохранить бесплатные обеды, бесплатные в школах и детских садах, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные учебники, а также стипендии в высших и профессионально-технических учебных заведениях. А параллельно оппозиционный блок намерен разработать пакет законопроектов. Очень важно, чтобы украинский народ увидел, что то, как сейчас управляется страна, это не безвход, что есть альтернатива. И оппозиционный блок эту альтернативу сегодня показал, запропонировал. У нас есть эффективные министры, которые в будущем будут руководить уряд и выводить Украину из кризиса. Есть огромный портфель законопроектов, которые позволят вывести Украину из кризиса. Кроме того, оппозиционный уряд будет работать в регионах, встречаться с людьми, чтобы чувствовать, что нужно людям в сегодняшних условиях, чтобы выживать. Здесь с министрами будем входить в дискуссию. Разумные предложения, разумные законопроекты, эффективные программы должны быть услышаны, в том числе и правительством. Я очень надеюсь, что, может, там люди не профессиональные, но они же не враги Украины. Поэтому, думаю, мы будем сотрудничать. Мы сегодня должны быть готовы, я считаю, это главная задача правительства. Когда они все побегут, спасаясь из страны, занять немедленно место, чтобы не было хаоса, немедленно вот те системы, которые мы уже наработали, сразу ввести в действие. Некоторые оппозиционные министры уже были в Кабмине. Есть и новые лица. В Украине это уже шестое по счету теневое правительство. А сегодня же альтернативные руководители говорят, работать в основном будут не в Киеве, а на местах, регионах. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. А вот как прокомментировали создание оппозиционного правительства политологи. Если доверие к правительству падает, значит наступает время для альтернативных идей и решений. Если люди, которые в этом альтернативном правительстве покажут и докажут, что они учли ошибки предыдущей своей деятельности, что они изучили уроки, что они учтут новую реальность, в которой живет страна, значит может и получиться. И на связи с подробностями глава оппозиционного Кабмина Борис Колесников. Борис Викторович, здравствуйте. Вот одна из главных озвученных вами целей это децентрализация. Какой вы ее видите? Добрый вечер. Ну, весь цивилизованный мир сегодня построен на эффективном местном самоуправлении. И прежде всего местная власть, село, район, город, область должны иметь ресурсы и должны быть полномочия для решения проблем. Я уже говорил еще в парламенте, что Кабинет Министров, Администрация и Верховная Рада ничего, по большому счету, кроме углекислого газа, не производят. Они эффективно или неэффективно распределяют деньги, уплаченные украинским народом и украинским бизнесом в бюджет страны. Поэтому 75% полномочий и ресурсов должно быть у местного самоуправления. У власти должны быть основные функции центральной власти исполнительной. Это оборона, безусловно, это безопасность, то есть национальная криминальная полиция. Это, безусловно, Министерство иностранных дел, внешняя политика. И национальная инфраструктура, которая не под силу ни одному из регионов. Вот это основные функции центральной власти. Все остальные функции должны быть переданы на места. Мы бы досмотрели в новом проекте Конституции, который будет презентован во второй половине мая, что в парламенте в случае таких полномочий достаточно 75 депутатов в Нижней Палаты, которые избираются по открытым спискам и по одному миллиону... И верхняя Палата представителей гражданского общества, которые избираются по одному сенатору от миллиона избирателей. Такой механизм, по нашему мнению, очень эффективный. Все министерства, кроме тех, которые я перечислил, должны иметь 30-45 человек численности, потому что задачи, которые они решают, регуляторные, это в цивилизованном мире решает профильная ассоциация. Ихняя задача методологическое обеспечение деятельности ту или иную отрасль. И рецепты для развития нашей страны. Ну, в целом, понятно. Ситуация на Востоке и теневой Кабмин. Какую помощь, только реальную помощь, вы можете или хотите оказать и кому? Правительству, например, или армии? Ну, оппозиция не может, не имея властных полномочий, не может оказывать помощь ни правительству, ни армии, ни мирным жителям Донбасса, из которых 4 миллиона оказались в такой ситуации. Задача оппозиционного Кабмина давать проекты законов. Если заседание Кабмина действующего заканчивается постановлениями, то заседание оппозиционного Кабмина заканчивается законопроектами, которые позволяют решить системный кризис в нашей стране. Без мирного соглашения никакого пути у Украины больше нет. Мир, конституция как гарант мира, я хочу подчеркнуть, что в оппозиционный блок не разделяет позицию, что у Донбасса должен быть какой-то отдельный особый статус. Особый статус должен быть у всех абсолютно регионов Украины. Но если это путь к миру, то статус для Донбасса можно принять в первую очередь. И в краткосрочной перспективе принять конституцию, которая наделяет правами абсолютно все регионы Украины. Борис Викторович, Вы сегодня сказали, что задача оппозиционного правительства не только критиковать власть, а в первую очередь разрабатывать предложения. Давайте поговорим о реформах. Без критики мы и так видим, что с реформами у нас в стране беда. У Вас есть рецепт какой-то? Первое. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема носит системный характер уже последние 10 лет. Как представители оранжевой команды 2005 года, так и 2015-го. Никто не понимает принцип успеха цивилизованного мира. Это простота, прозрачность и прагматизм. Простота и прозрачность в управлении страной и прагматизм. Борьба с коррупцией, которая сейчас очень модно об этом говорить, не может быть без решения проблемы, когда взятку не за что дать. Именно так мир за последние 100 лет ушел от коррупции. Другого пути нет. Сколько не создавая этих артелей антикоррупционных, это будет дополнительная нагрузка на бизнес, на предпринимателей, которые будут вынуждены оплачивать в лучшем случае официально эти структуры. То есть рецепт в простоте и прозрачности действий власти. Это путь к успеху. Никто не будет инвестировать деньги, во-первых, пока не закончится война. То есть мир прежде всего. Конституция это гарантия закрепления прав регионов. Это тоже развитие страны. К примеру Киев. Мэр города, избранный всенародно, должен бегать по всем ветвям власти и выпрашивать назад деньги, которые Киев заработал и так на сегодняшний день. То есть не надо Киеву особой помощи. Вы оставьте то, что заработал Киев сам по себе через налог на доходы физических лиц, через все сборы. Этого вполне хватит на совсем другое развитие Киева. Это просто я привожу Киев как понятный и простой пример. А когда 50% отобрали доходов, а потом мэр города должен ходить унижаться по всем инстанциям, он не может решить проблемы Киевлян и никогда их не решит. То есть в простоте управляемости и есть успех. Понятно. Спасибо вам за ответы. Зрителям напомню, что на вопросы подробности отвечал глава оппозиционного кабмина Борис Колесников. Ко всем конструктивным предложениям оппозиционного правительства в администрации президента намерены прислушиваться. А вот нардепов-членов коалиции вызывают на ковер к президенту. Отчитаться. Почему коалиционное соглашение выполнено только на 5%? Соглашение это 73 страницы о том, как реформировать страну. В коалиционной угоде 290 обязанностей выполнено на поточный момент 15. Хотел бы зазначит, что 34% обязанностей не имеют конкретно установленного строка выполнения. Поэтому, своего боку, мы запропонували ради коалиции, чтобы, возможно, иметь смысл вписать певные термины по певным строкам. Основной закон Украины перепишут. Президент сегодня утвердил состав Конституционной комиссии. Это бывшие президенты Ющенко Кучма-Кравчук, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, нардепы, эксперты. В списке всего 59 человек. Плюс 13 европейских консультантов. Возглавил комиссию глава парламента Владимир Гройсман. На своей странице в Фейсбуке он сообщил, первое заседание проведут уже на этой неделе. Также спикер убежден, изменения, касающиеся децентрализации, должны быть приняты немедленно, чтобы уже осенью нынешнего года провести местные выборы по новой системе. Реформировать Конституцию Украины хотят и в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. И даже создали свою комиссию. Об этом заявили полпреды так называемых народных республик Пушилин и ДНГ. Гройсману они даже предложили сформировать совместную рабочую группу. Мы поинтересовались, как к такой инициативе относится сам спикер парламента и что думает об этом в МИДе, пока ответ мы не получили. В Москве арестован Александр Реймер. Это бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний. Обвиняют его в хищении почти 3 миллиардов рублей, предназначенных для покупки электронных браслетов. Ну а тем временем российский бюджет раскошелится. Какую сумму и на что решили выделить, расскажет наш российский САПКОР Данил Русаков. 11,5 миллионов бюджетных рублей, да еще в кризис. Такую щедрую сумму российские власти собираются потратить на новые госнаграды. О заказе на изготовление ООН их рассказали в управлении делами президента. Так в частности идет речь о 400 орденах дружбы. Сообщается, что они должны пополнить хранилище. Выражаясь простым языком, их заготавливают в резерв. Еще один орден святого апостола Андрея Первозванного, да еще с мечами. Это высшая награда страны. Предприятию и изготовителю за него пообещали почти миллион рублей. И тут же разнеслась молва. Якобы сам себе его собирается вручить глава государства российского. Впрочем, пресс-секретарь Песков от таких перспектив открещивается. Говорит, администрация орден не заказывала. Вся эта неясность породила новую волну слухов. Неужели подчиненные сами решили преподнести подарок патрону? Эдакая инициатива снизу. Прямо как в старые добрые времена. Спасибо, Леонид Ильич. Ничего, ребята вырежут там без кадра. Ничего. Спасибо. А это видео тоже патриотической тематики. Коллектив женщин в советской форме исполнили то ли танец, то ли акробатический трюк в преддверии 9 мая. Саундтрек, как полагается, советский. В кадре даже девочка в костюме пионерки. А потом вдруг неожиданно появляется вот следующее. Что это было, многим до сих пор непонятно. То ли модерн с налетом совка, то ли реванш совка, накрывший своей массой модерн. Ясно только одно. Такое произведение народного творчества многие может прийтись по душе. Но вот немало мировых лидеров лично оценить подобные композиции не смогут. 9 мая их в Москве не будет. Зато приедут другие истинные ценители прекрасного. Лидер КНР, глава Северной Кореи, вьетнамская компартия своего делегата тоже, кстати, направить хочет. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Российская пропаганда продолжает бомбежку фейками. На этот раз похоронили сотрудников несуществующего украинского отдела ЦРУ. О мертвых душах современной интерпретации Дмитрий Яловский подробнее. Эту новость уже скопировали многие российские сайты и блоги. Первоисточник пришлось искать довольно долго. В американской прессе ведь о таинственных самоубийствах, ну просто ни слова. Сообщает об этом оказывается довольно сомнительное российское издание «Правосудие.нет», которое является блогом некой Татьяны Волковой. Известно, что она работала в цирке, получала образование балетмейстера, даже какое-то время где-то была вроде как юристом. Но никакого отношения к новостям и тем более к спецслужбам она никогда не имела. Но тем не менее, в своем блоге она рассказала о якобы массовых самоубийствах ЦРУ. Ни одной ссылки на источник, ни одного подтвержденного мнения. Просто ничего. Только выдуманный миф, что ЦРУшники, работавшие по Украине, якобы получили от начальства преступные приказы, ну как-то подготовить диверсии в мирных городах страны, которые потом можно будет списать на действия сепаратистов. Вот когда рядовые сотрудники ЦРУ решили, так сказать, обжаловать приказы, их вроде как накрыла волна самоубийств. То есть автор как бы намекает, что их просто-напросто как-то ликвидировало руководством. ЦРУ об этом, конечно же, ничего не знают. Хотя убийства агентов тут не прошли бы незамеченными. Был бы абсолютно большой, огромный скандал и абсолютно точно первая новость во всех СМИ. Кроме того, украинского отдела в ЦРУ вообще не существует. Остается только догадываться, откуда циркачка Волкова черпает вдохновение для своих фантастических рассказов. Но, впрочем, по сообщениям российских СМИ под Санкт-Петербургом в местечке Ольгина действует целый офис прикремлевских троллей и интернет-писателей, которые буквально круглосуточно сочиняют и распространяют псевдоновости по всему интернету. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Минобороны проверит жалобу Геннадия Москаля на бесчинство Айдара в Луганской области. Военные якобы вламываются в квартиры мирных жителей, устраивают стрельбу на улицах и нападают на сотрудников милиции. По месту дислокации батальона проведут служебное расследование. Если все подтвердится, бойцы понесут наказание. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Два боевых вертолета Ми-24Р вместе с оружием продали за границу под видом гражданских и по заниженным ценам. Такую сделку провернули служащие Нацгвардии и представители фирмы-экспортера. Об этом сообщили в ГПУ. Все обстоятельства дела выясняет главная военная прокуратура вместе с СБУ. Убытки государства из-за махинации с вертолетами оценивают в 5 миллионов гривен. В Нацгвардии уже заявили, такой случай действительно был, когда внутренними войсками командовал Станислав Шуляк. Сейчас он в розыске, а вот нынешнее командование Нацгвардии Украины к этому никакого отношения не имеет. Наши журналисты тоже расследуют эту аферу. Все подробности смотрите завтра в 20.00. Ну а сегодня во второй части подробностей еще узнаете вот о чем. Тротил под мостом. В Днепропетровской области предотвратили теракт. Конец эфира. В Крыму массово закрываются нелояльные к власти СМИ. Мокрое дело. Часть Одесской области по колено в воде. Цензура от Роскомнадзора. Неугодным крымским СМИ закрывают рты. Что уже завтра не увидят, не прочтут и не услышат на полуострове, расскажет Юлия Крючкова. Сегодня в Ньюзруме крымско-татарского телеканала АТР день открытых дверей. Десятки зрителей пришли морально поддержать журналистов. Повод печальные эфирные сетки. На завтрашний день пустые. В графиках выездов сплошные пробелы. Вот наш график на сегодня. Сегодня 31 марта, вторник. Сегодня еще, как видим, съемки есть. Однако завтра, сами видим результат. На 1 апреля ни одной съемки. Единственный в мире крымско-татарский телеканал полностью исчезнет и в аналоговом вещании, и со спутника. Четыре раза руководство отправляло документы в Москву на регистрацию и получало отказ. Делали публичное заявление. Реакция была только от Совета по правам человека, общественным организациям Федотова, который обратился в Роскомнадзор с просьбой выдать документы, необходимые для вещания. Оставить АТР в эфире просили и зрители, и правозащитники акцию «Не убивайте». АТР поддержали и за рубежом. Не помогло. АТР – это холдинг. Вместе с телеканалом уходят из медиапространства и две крымско-татарские радиостанции «Мейдан» и «Лидер», а также интернет-издание «15 минут». Проблема в тех людях, которые управляют сейчас СМИ, пытаются управлять здесь СМИ, они малопрофессиональные и с определенной политической ангажированностью. Но даже без эфира холдинг АТР будет продолжать работу. Ни один сотрудник не уволен. Руководство обещает, пока будут добиваться регистрации в Роскомнадзоре, коллектив займется тем, что так долго откладывали производством документальных фильмов. А зрителям остается только надеяться на возвращение любимого канала в эфир. АТР – не единственная потеря. Уже сегодня в Крыму ушло из эфира радио «Ассоль». А ровно в ноль часов прекратят вещание телерадиокомпания «Черноморская» и детский канал «Ляле». Юлия Крючкова, Виталий Звитковский, телеканал «Интер», Симферополь. А вот на материковой части Украины кому-то слишком мешают информационные программы «Интера». Нас продолжают глушить. Как только в эфир выходят подробности, сигнал пропадает. Об этом нам снова написали наши зрители. На сей раз из Черкасской и Днепропетровской областей. Ранее в эксклюзивном интервью нашему каналу президент заявил, правоохранители засекли три пиратских ПТС в Днепропетровской и Запорожской областях. Неделю назад в СБУ сообщили, что одну станцию им удалось даже задержать. Но технологические атаки продолжаются. И мы все еще ждем от силовиков результатов расследования. И снова взрывчатка на железной дороге. Я прошу прощения. На этот раз в пригороде Днепропетровска между станциями Самаровка и Новомосковск в ящике для шпал сотрудники обнаружили подозрительный пакет. Взрывотехники установили внутри 400-граммовая тротиловая шашка и самодельный взрывной механизм с детонатором. Он мог разрушить около метра железнодорожного полотна, но почему-то не сработал. Сейчас устройство обезврежено. График движения поездов на этом участке восстановлен. Душок сепаратизма витает в Николаеве. Больше года сторонники России здесь не поднимали головы. Но вот снова объявились и угрожают даже восстанием. Кто руководит смутьянами, выяснял Кирилл Ющишин. За моей спиной памятник героям-альшанцам. Именно здесь год назад собирались местные сепаратисты. 7 апреля после попытки штурма госадминистрации. Их палаточный городок разгромили активисты местного Майдана. После этого в Николаеве собирались только проукраинские митинги в поддержку армии. И тут, откуда ни возьмись, появилось в интернете видео якобы пророссийского Николаевского подполья. Тысячи наших братьев и сестер уже погибли. И еще тысячи погибли. А в городе начали появляться листовки. Вот одна из них призывает сторонников террористов собраться на митинг. Пока таких бумажек немного. В основном их распространяют в соцсетях. Проукраинские активисты говорят, что не против, если бы сепаратисты собрались на митинг. Так проще будет их всех поймать. Бить бабушек не в наших, скажем так, правилах, но если начнут собираться молодежь, если будут георгиевские ленты того же 9 мая, то мы это просто так не оставим. Медиаэксперты, в свою очередь, расценивают это видео и листовки как элементы информационной войны. Говорят так, российские спецслужбы пытаются расшатать обстановку в городе. Полностью заштриховали свои лица и изменили голос. Значит, они чего-то боятся. Главная цель их, скорее всего, это запугать жителей города, но по видео можно сделать вывод, что они сами всего боятся. Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют, но насколько нам известно из собственных источников, по каждому факту возбуждено уголовное дело. Ну а николаевские активисты планируют провести проукраинский митинг в честь годовщины разгона местного антимайдана. Кирилл Ющишин, Богдановнов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Часть Одесской области подмокает. Один на один с большой водой остались сотни людей. Придет ли помощь от властей, разбирался Андрей Анастасов. Село Новосельское на берегу Дуная. Уже три года подряд в начале весны оно оказывается в зоне потопления. Причина каждый раз одна и та же. Резкое поднятие грунтовых вод. Но почему так происходит, никто не знает. И пока ученые гадают, люди хватаются за голову. В этом году вода поднялась аномально высоко. Ситуацию сугубили проливные дожди. Более двухсот дворов и огородов затоплены. Несколько домов разрушены. Двоих пенсионеров пришлось отселить в местный дом престарелых. Понятия не имею, что будем делать. Такого же мнения придерживаются и фермеры. Их тут полсела. Вода затопила теплицы. Погиб урожай помидоров, капусты и других овощей. Пропало, конечно. Смотрите, корень уже все. Многие без работы кормятся и содержат семьи за счет огородов. Для них это катастрофа. По словам местных жителей, подтапливать дворы начало еще две недели назад. От своего пика паводок достиг на минувших выходных. Но несмотря на все просьбы откачивать воду, служба по чрезвычайным ситуациям не приступила. В районном управлении нет специальных насосов. Не нашли насосы. Они могут же найти. Это же МЧС. Быстрое реагирование, если потопление, если пожар. Ну, позвонили, то же самое. Приходят, смотрят. Ничем не можем помочь. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям утверждают, воду вообще откачивать неэффективно и даже опасно. Иначе земля с домами просядет еще больше. Но, тем не менее, пообещали сегодня же одолжить специальные грязевые насосы у дружественных организаций. В идеале мы постараемся сегодня начать вот эти работы, чтобы откачать хотя бы воды поверхностные. Впрочем, к вечеру насосы в селе так и не появились. В итоге люди откачивают воду своими силами, а председатель сельсовета попросила помощи местного фермера, чтобы тот прорыл дренажную траншею для отвода воды. Но поможет ли это? Ведь по прогнозам, завтра в Новосельском опять дожди. Третий год они приезжают, только вот так и все. Обещают, будем делать. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Когда история болезни объемнее списка предвыборных обещаний. В Великобритании очень нестандартный кандидат на кресло в парламенте. Непростую биографию изучила наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Еще маленьким мальчиком Адриан Хирилайтен Третт несколько раз пытался совершить самоубийство. Его били и обзывали в школе, а родители не обращали внимания на проблемы щупленького и замкнутого сына. Он страдал психическим расстройством, год провел в постели, но все же сумел сдать экзамены и поступить в университет. Там понял, что гей. Стремясь найти настоящую любовь, пустился во все тяжкие. Десятки случайных партнеров, съемки в порно, наркотики, депрессия. В откровенном интервью Адриан признался, что сознательно заразился ВИЧ. Через интернет познакомился с человеком, который был инфицирован и сам предложил заняться незащищенным сексом. Считал, что это безболезненное медленное самоубийство. Теперь он видный политик. Первый в истории кандидат, который идет в парламент с ВИЧ. Именно работа партийного активиста помогла Адриану встать на ноги, познакомиться с новыми людьми, получить поддержку и даже жениться. Голосуйте за Хири Лайтен Третта, призывают плакаты в пригороде Лондона в Оксхолл. Не слишком в благополучном округе, где много наркоманов и геев. Именно этот либерал-демократ обещает заняться их проблемами, а еще образованием детей, чтобы те больше знали о сексуальном воспитании и не доводили до самоубийства одноклассников, которые чувствуют себя другими. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Селфи с ноги. Кто подходит для рекламы мужского белья и Турция во тьме. Об этом и многом другом в нашем обзоре. Блэкаут в Турции. Анкара и Стамбул, а также десятки провинций остались без света. В городах проблемы с транспортом, нарушена работа предприятий, люди оказались заблокированными в лифтах. Причина самого масштабного отключения за последние 15 лет пока не ясна. Власти предполагают сбой в электропоставках, не исключают и теракт. Пока в Стамбуле царил хаос, неизвестное взяли в заложники прокурора. Экстремисты устроили стрельбу в здании суда и похитили Мехмета Селима Кираза. Он занимался делом о гибели подростка во время антиправительственных демонстраций. Захватчики требуют арестовать полицейских, виновных в смерти мальчика. В здание отцепила полиция. В помещение вошел спецназ. Ведут переговоры с экстремистами. Сенат Франции отказался от нормы штрафовать клиентов проституток, как предполагали ранее. Ночных бабочек все же будут наказывать за рекламу своих услуг. Также запрещено сутенерство. Законопроект еще должен пройти Нижнюю палату парламента. Национальное собрание. За ним последнее слово. Белье для мужчин с великолепным телом. Ну и для Дэвида Бекхэма. Футболист снялся в шуточной рекламе несуществующей марки трусов. В ролике вместе с Дэвидом позирует Джеймс Корден, ведущий юмористической программы «The Late Late Show», фигура которого далека от совершенства. Но это Кордена нисколько не смущает. Он с удовольствием позирует перед камерой, как главная звезда видеоролика. Дорожный налог без посредников. Деньги прямо в яму. В Приморье активисты засыпали колдобину на проезжей части монетами и купюрами, а потом зацементировали. Так автолюбители пытаются обратить внимание местных властей на плачевное состояние российских дорог. Флэшмоб состоялся несколько дней назад. Видео стремительно набирает популярность в сети. Селфи с ноги. Новый тренд или ранняя шутка к 1 апреля. В интернете появилась информация о производстве обуви со специальным отсеком для смартфона. Таким образом, нога превращается в палку для селфи. Ее нужно лишь повыше поднять. Стоимость селфи-шут почти 200 долларов. СМИ назвали новость нелепой и предлагают по старинке сделать снимок рукой. Это совершенно бесплатно. Один из самых сильных штормов за последний год в Германии лютует ураган Никлас. Уже погибли три человека. Каких еще бед натворила стихия, расскажет Татьяна Лагунова. Ветер, который буквально сбивает с ног яркое солнце, а уже через минуту ливень, потом дождь с мокрым снегом. В Германии бушует ураган Никлас. Где-то стихия сильнее, где-то слабее. Но так или иначе непогода затронула всю страну. Вырванные с корнями деревья, разбросанные строительные леса, перевернутые машины и мусорные баки. Выбитые окна в жилых домах. Такую картину сегодня можно увидеть во многих городах Германии. Ситуация очень опасная. Скорость ветра в горах достигает 160 км в час. На равнинах 120. И стихия будет душевать весь сегодняшний день, вплоть до ночи. А это центральный вокзал Кёльна. На табло с расписанием возле каждого маршрута бегущая строка. Если утром поезда приходили и отправлялись с большим опозданием, то в обед железнодорожное сообщение остановили. В земле северный рейн Вестфалия полностью, в других землях частично. Это произошло после того, как на один из пассажирских поездов упали деревья. И несколько вагонов сошли с рельсов. Конечно, мы расстроены. Мы собирались ехать на север. Сели в поезд, а через час нам сказали, что он не поедет. Перекрыты целые участки автобанов. Отменены десятки авиарейсов. А метеорологи говорят, нужно еще немного потерпеть. Уже завтра утром Никлас покинет территорию Германии и двинется в сторону Восточной Европы. Татьяна Лугунова, Вячеслав Ролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ну что ж, это были подробности вторника. Спасибо, что смотрели. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин